Всем привет! Сегодня я расскажу о растении, которое называется цинния изящная. Мало кто сегодня не знает циннию, но не сразу она заняла свое место в ботанических садах и цветниках. Первым ее красоту рассмотрел известный австрийский ботаник Карл Линей. Имя цветков было дано в честь немецкого ученого Иоганна Готфрида Цинна, который привез линею, составленный из циннии дербари. Цинния изящная – это растение из Мексики. Примерно в 18 столетии она была завезена в страны Европы, где быстро обрела невероятную популярность. Этот цветок выращивается у нас, как однолетняя культура. Цвести начинает в середине лета и длится вплоть до конца осени. Для обильного цветения растению нужна лишь плодородная почва нейтральной кислотности. Садоводы ценят циннию за многообразие цветов и форм. Соцветия могут быть простые или махровые, а краски цветков цинния. Бывают белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, пурпурные и даже пестрые цветы с контрастной сердцевинкой. Не бывает только синих и голубых цинний, так как у цветка нет пигмента, окрашивающего лепестки в этот цвет. На языке цветков желтая цинния означает вспоминать тебе каждый день. Белая – любезность, алое – постоянство. Цинния изящная – это несомненный фаворит многих дачников. Причина ее популярности кроется в изумительном внешнем виде и неприхотливости. Разноцветные бутонные растения украсит любой садовый участок. Также широко используют в создании оригинальных цветочных композиций. В ландшафтном дизайне циннию широко используют для зеленения беседок и террас. Есть как минимум пять причин, которые объясняют желание многих садоводов иметь у себя в саду прекрасные циннии. Это – целая радуга оттенков. Вторая – любая высота. Третья – минимум забот. Четвертое – пиршество для птиц и бабочек. И последнее – нескончаемые цветения. На этом все. Всем пока. Любуйтесь этой красотой. С уважением к вам, Марина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!